Да, добрый день всем. Я представляю группу компании AgroFusion. Мы выращиваем томаты и перерабатываем томаты на собственных заводах и производим томатную пасту. Поэтому мы отечественный сельхозпроизводитель. Томатную пасту выращиваем всего на 5000 гектар земли. Это, кто понимает, кроме профессионалов, это средний колхоз в Советском Союзе. Но хотел бы, знаете, рассказать вам конкретные примеры наших инвестпроектов, с чем мы сталкивались, что это такое, какие проблемы мы решали, как мы строили заводы, как мы выращиваем томаты. И самое главное, понимаете, я вам укажу на конкретные причины, конкретные документы того, в некоторых случаях, того беспредела, которое сейчас даже творится. Хотя будут и оптимистические. Поэтому даже люди, которые в первой сессии здесь присутствовали, они там, наверное, у меня будут тоже указаны, как причина давления на бизнес. Но, знаете, совсем недавно я был на форуме ООН по борьбе с коррупцией. И попросили, говорят, Иван Иванович, вот можете на пальцах показать, что такое Украина? Вот что в Украине хорошо? Поэтому я не удержался, буквально два слайда вам покажу, чтобы поднять у нас всех самооценку, а потом перейду к конкретным фактам работы в сельхозсекторе. Вот, Украина самая большая в Европе страна. Украина жительница Европы. Вы знаете, что Украина с населением 42 миллиона человек способна прокормить 600 миллионов. То есть всю Европу, Евросоюз, золотой миллиард, мы можем прокормить сама только Украину. В Украине находятся крупнейшие в мире запасы чернозема. Все знают, 44% территории это черноземы, и 27% около 30% в мире мировых запасов чернозема это в Украине. В Украине разработаны и производятся самолеты с наибольшей в мире грузоподъемностью. Все знают наш Иоанн и Руслан. В Украине производятся самые чистые ракетоносители в мире. Это Зенит известный, поэтому мы являемся совладельцем проекта «Морской старт». В Украине самый большой запас в мире марганцевых руд. Украина входит в тройку, вы знаете, мировых ядерных государств, от арсенала которого мы отказались. Отец вертолета, господин Сикорский, свои первые вертолеты конструировал в Киеве. Это тоже все знают. В Украине построены здесь Николаевы для наших гостей. Единственные в России Китай-вианосцы. Это Кузнецов и Леонин. Они построены, все знают, на Черноморском судостроительном заводе. Украина занимает, думайте, четвертое место в мире по количеству граждан с высшим образованием. В мире. Самая известная рождественская песня, знаем мы ее. Все весь ее мир поет. Это украинский композитор Леонтович. И украинский язык входит в топ-3 самых красивых языков в мире после французского и персидского. И, естественно, после этого всего у нас возникает вопрос. Почему при таких возможностях Украина? Самая бедная в Европе страна по уровню жизни. 111 место по уровню счастья. Топ-5 худших дорог мира. Мира, вы себе представьте, там Сомали возле нас. И Киев входит в топ-худших городов жизни. Для жизни. Ну, очень коротко. Вот за 25 лет экономисты посчитали, что чиновники и силовики украли с бюджета 1 триллион долларов. За все время независимости. Это равно Австрии, Польши, Венгрии и Латвии вместе взятых. Вот если их взять в кулек завернуть, все страны с венграми, с австрийцами, вот это ВВП этих стран. Вот группа компаний Агрофьюж. Пример честного бизнеса. Да, мы до этого смотрели, сколько украли государство. Сегодня мы уходим в топ-5 Европы. И топ-10 производителей, переработчиков томатов и производителей томатной пасты. Основной вид деятельности вы видите. Мы выращиваем томаты и производим томатную пасту. Земельный банк под томатами 5500 гектар. У нас три современных завода, 750 тысяч тонн мы перерабатываем томатов. 75% продаж томатной пасты в страны ЕС. И 100% томатной пасты в Украине. То есть все сегодня томатные соки, кетчупы, которые есть в Украине, это делается с томатов, с херсонских и николаевских томатов. Наши финансовые партнеры – это Европейский банк, Европейский инфекционный, Рейфайзенгрупп и БМП. История источники создания активов. У всех возникает вопрос, да, откуда были активы. Все имущество, мы не участвовали ни разу в приватизации, то есть все имущество строилось за кредиты, в голых полях заводы создавались. Цена коррупции в ОПК. Давайте посмотрим с нашей точки зрения. Вот налоговая нагрузка у нас на 1 гектар – 9300. Вот 1 гектар земли мы обрабатываем, за это платим всех видов налогов – 9300. В ОПК Украины 800 гривен. Земельный банк. У нас 22 тысячи гектаров и 5 под томатами. В Украине 32 миллиона. Уплачена налога у нами 205 миллионов. В стране 25 миллиардов. Цена коррупции. Если бы все платили в аграрном бизнесе, как мы, то было бы не 25 миллиардов, а было бы 297. То есть мы видим, что бюджет недополучает 272 миллиарда. Мы говорим о честном бизнесе, который надо вести. Он предусматривает честную уплату налогов. Группа компании «Графизин». Регуляторная политика и коррупция. Теперь всем интересно, как это выглядит в Украине. Вот все иностранцы приходят и говорят, «Иван Иванович, а как это выглядит? Вас куда-то ведут? Вас куда-то вызывают? Где вам предлагают, чтобы вы дали деньги? Кто эти люди? Какие фамилии их назовите?» Вот мы, уже и губернатор, и господин Мериков говорил, да, буквально в сентябре запустили самый энергоэффективный и самый современный завод в Европе. Там это перерабатывающий, в Снегирелке. 55 миллионов инвестиционный проект. Мало ли это много? Ну, наверное, для Николаевского региона это солидная сумма, потому что вы видите, что бюджет города Николаева был 72 миллиона. Да, мы на 55 миллионов долларов. Ну, в Николаеве 500 тысяч человек. Вот смотрите, примеры коррупции в реальном секторе экономики. То, что нас касалось. Мы хотели взять дозвил на знаке грунта. Кто строил заводы, понимает. Да, тебе надо взять дозвил на знаке грунтового покрыва для завода. Нормативный срок выдачи 30 дней. Подано 4 заявления. Получено 4 отказа. Просрочка, ну, без указания причин. Нам просто отказывали. Почему отказывали? Потому что сельхозинспекция была в стадии ликвидации. Просрочка 130 дней. Разрешение не выдано до сих пор. Заявка на покупку валюты. Это было в 2015 году. Нам надо было погасить кредит в Мировом банке. Нам Национальный банк отказал. Нас вычеркнули с реестром. Мы вынуждены были допустить просрочку кредита. Проверка налоговых органов по вопросу высокой урожайности. Вдумайтесь. Не низкой урожайности, а высокой. То есть и неправомерности уплаты процентов ЕБРР. Можете себе представить, европейский банк дает нам кредит. Естественно, под проценты. При этом, если вы увидите сомнение налоговых инспекторов, что у нас не могут быть томаты с урожайностью 90 тонн с гектара. В этом году у нас уже 101 тонн с гектара. Это вторая урожайность в мире после Калифорнии в Соединенных Штатах. Они усомнились, потому что по статистике средняя 33. Потом непонятная система налоговиков. Возник вопрос, как мы уплатим Европейскому банку проценты. Кто кредитовался, знает. Да, ЛИБР плюс 5 процентов. Вот они сказали, что такого понятия, как ЛИБР, в украинском законодательстве нет. Соответственно, понятно, что нам расходы по уплате процентов мы не могли относить на себестоимость. Это дальше. Представьте себе, у нас проверяли замечания на нечеткий рисунок на шинах автопогрузчика и отсутствие фиксатора на дверях в теплицу. Вот из-за этих двух нарушений, их там было пять, было предписание службы охраны закрыть завод. Не устрани ничего, а просто закрыть завод. Теперь утверждение налоговых инспекторов, что заводы не потребляли газ вообще. Вот можете себе представить, мы потребляем газ где-то в этом году на 100 миллионов гривен за два месяца. Они сказали, что мы не потребили ни одного кубического метра газа. Это реально, это акты. Начислили нам штрафные санкции, возбудили, кстати, уголовное дело. В 2015 году мы подавали 9 исков к государству и к налоговым инспекторам на 14 миллионов. Мы все суды выиграли. Все до одного. Ни один из чиновников вот по этим всем не понес наказание. Понимаете, это абсурдность нашей системы. Теперь смотрите возврат НДС. Все вы слышали, наверное, там все очень страшно было и все. Вот возвращать НДС 145 миллионов нам помогал директор ЕБРР лично, бизнес-омбудсмен Альгерда Шамета, директор ЕБРР по Восточной Европе, Франции, все его видите по телевизору часто выступают, руководитель Мирового банка в Украине Волошина, бизнес-омбудсмен Тарас Качка, руководитель Европейской бизнес-ассоциации Аня Деревянко. Представьте себе, 36 жалоб было написано за этот период и нами, и им. Вот эти европейцы и украинские уважаемые организации нам вернули через 13 месяцев НДС 145 миллионов. При этом вы все знаете, что каждый раз нам предлагали 35% отката от этой суммы. Вот такое пессимистическое, да? В истории только барону Мюнсхаузену удалось себя вытащить самому, да, с лошадью, с болота. Может ли Украина себя вытащить? Наверное, сложновато, если нам не будут помогать европейцы и международные сообщества. Вот смотрите самый свежий пример. Это буквально вчерашний. Вот мы построили завод. Вы видите, слева. Введем в эксплуатацию 9 октября. Сентября, извиняюсь. Вот смотрите, уже через 13 дней, как только мы увели в завод, я еще раз говорю, один из самых крупных в Европе. Можете себе представить, технологически ему нет равных в Европе. Никто еще в ближайшие 5 лет в Европе такой завод не построит. Потому что все ноу-хаус забрали с рынка и в себя реализовали. Через 13 дней, видите, с 29 сентября по 19 октября документальная проверка налоговой. Я у нас требую все правоустанавливающие разрешительные документы ввода в эксплуатацию. Он еще и работает по нормальному. Вы же понимаете, эту махину запускать еще год надо. Наличие всех лицензий эксплуатации, восточного взаиморасчета с контрагентами. И по какой цене мы продаем томатную пасту. Вот я ниже сделал этот запрос, дозвольные документы, что мы повинем им надать, а так уж дозволы санитарно-эпидемичные службы. Она уже ликвидирована давным-давно. А налоговая требует дозволы санстанции. Вот в октябре она просит санстанцию, которая была в марте уже ликвидирована. Вот вчера мы получили письмо. Представьте себе, что мы должны им дать. Чтобы вы понимали, на заводе работало около 500 строителей разных организаций, 120 субподрядчиков. Вот вчера они у нас попросили дату входа и выхода с завода каждого человека. Час выхода и входа. Призвище, имя по-батьку, индексификационный код. Понимаете? На каждую машину, что везла, это, вы понимаете, единственное, что мы им, наверное, не дадим, это реест посещения туалета. Сотрудниками. Ну, я уже шучу. Поэтому, смотрите, витвы просима на даты в термин до 13-го, 10-го, самое низкое, видите? А на правиле 11-го. Представляете себе, за два дня, это два КАМАЗа документов надо. Но хочу вам сказать, что есть в этом что-то и положительное. Примеры социальной ответственности и поддержки. Потому что в первой панели, помните, нас просили все время что-то оптимистическое говорить. Поэтому надо отдать должное нашему губернатору. Вы видите, мы начали строительные работы 1-го марта и ввели эксплуатацию 9-го сентября. То есть 7 месяцев мы строили завод. В мире нет таких сроков и таких аналогов. Невозможно завод построить за 7 месяцев. Что сделала нам навстречу областная власть? Строительство дороги Николаев-Снегиревка 40-50 километров, объемом финансирования 500 миллионов. Вот понимаете, если бы каждый инвестпроект сопровождался вот такими социальными проектами, безусловно, мы бы давным-давно процветали. Сопровождение нашего проекта в режиме онлайн с органами местной власти. Вы понимаете, кто строил заводы, сколько вопросов возникает. Оказание нам помощи в разрешительных документах с органами центральной власти. И, конечно же, газификация Снегиревки. Вы понимаете, мы тянули газопровод через всю Снегиревку. Кто Снегиревки понимает. Мы просили власть, что если мы тянем через всю Снегиревку, пожалуйста, мы готовы делать там эти распределительные станции. Пожалуйста, осталось только присоединиться к нашей же трубе. Мы порядка 8 километров тянули по всей Снегиревке трубу. И, естественно, мы очень надеемся, что даже к концу октября, наверное, администрация областная меня подправит, часть уже домов будет газифицирована. Вот это пример удачной работы с органами властей. Все, что до этого, все, что мы вчера получали, и вот эти все 8 месяцев вы видели на этом примере. Что нам необходимо сделать? Я очень скажу, открыть рынок сельхозземель и остановить понятные правила аренды. Тут правильно все говорили. Давайте делать это поэтапно. Боимся мы иностранцев? Давайте запрещать иностранцам. Боимся, чтобы не попало к латифундистам огромные куски? Давайте это ограничивать, но двигаться. 5 миллионов земель, да, гектар, это сейчас есть в свободной продаже. Да, это ОСГ, но поверьте, никто на них не кидается, никто их не скупает, в том числе и мы. Понимаете? Поэтому, естественно, должны быть понятные правила, и этот рынок надо запускать. Принять законодательство о стимулировании социальной деятельности. Почему у нас никто не строит? Ну вот представьте себе, если меня вызовет какой-то инвестор и скажет, Иван Иванович, ну расскажи мне, вот как вы строили завод? Я ему точно эту же презентацию покажу. Понимаете, кто придет в строй? Не придет никто. Значит, понимаете, надо этих чиновников бить по рукам, а не давать ему руки. Понимаете? Ну нет у нас другого варианта. Понимаете, чтобы что-то начало строиться. Поэтому надо уже стачать и законодательство по борьбе с коррупцией. Нас всех возмущает, да? Взяли чиновника, отпустили, взяли, отпустили. Поменяйте одну статью в Уголовном кодексе. Не надо жаловаться, понимаете? Все поменяется. Поэтому ввести механизм дотации сельхозпроизводителей. Самое последнее. Это то, о чем, вот говорили коллеги Свеселинова, понимаете, посмотрите, понятная система дотации в Евросоюзе. В Евросоюзе, вы посмотрите, в среднем это 300 евро на гектар. Есть и выше Мальта 1500. Представьте себе, евро за гектар дотации государства, обрабатываемой земли. В Восточной Европе чуть поменьше, 160-200 евро. Но, пожалуйста, сделайте понятную, внятную систему дотации. Потому что, если бегать опять к чиновнику, вы увидите, там опять появится 35% отката. Это мы уже все проходили. И мы должны понимать, что... Я не зря привел слова Куко Шанель, что если мы хотим иметь то, что никогда не имели, мы должны начинать делать то, что никогда не делали. Понимаете? И последняя кризис, все знают, китайский иероглиф. Слово кризис в китайском иероглифе, вот это два иероглифа. Это опасность и возможность. Да? Поэтому пока все-таки у нас есть хотя бы одна возможность, хотя бы один шанс что-то сделать. У нас есть возможность. Как это выглядит возможность в нашем варианте? Мы в 2019 году намерены приступить к строительству 4-го томатоперерабатывающего завода, начинать делать дополнительные новые томатные продукты. И очень уверены, что уже к 2019 году этот путь будет менее тернист. Что касается, вот отвечу коллеге по, что делать с сотрудниками, то представьте себе, мы 5500, это мы выращиваем томаты, только томаты на этом земельном банке. 20 тысяч гектар у нас всего земельный банк, у нас работает 2300 человек. 2300. Мы не выращиваем высокомаржинальные подсолнечники, там сои и еще что-то. И хочу сказать, что средняя зарплата в 2019 году по нашему бизнес-плану, это 20 тысяч гривен. По итогам 2017, через буквально 3 недели у нас будут подведения, и то у нас средняя зарплата будет 14 тысяч. Это динамика поступательная. Понимаете, можно заниматься агробизнесом, можно содержать людей, можно содержать инфраструктуру. Я тут только соглашусь с вами с одном, что давайте выписывать эти правила и, безусловно, бросать этих людей в этих селах, это тоже непозволительно. Для этого государство должно все предусмотреть. А то, что сегодня дефицит кадров и высококвалифицированных кадров, это все понимают. Спасибо. Пане Иванович, дякую за презентацию. Пане Иванович, дякую за презентацию.